МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четырёхлетняя девочка видит в своём доме нечто потустороннее. И оно постепенно сживает её сосвету. Последний был приступ, мы вызывали скорую. У меня последняя надежда, что экстрасенсы помогут. Если надо будет, я буду на колени уползать, только чтобы помолить. С приездом экстрасенсов неизвестная сущность просто осатанела. И дальше всё происходило, как в фильме ужасов. Что со светом? Посмотри, что со светом? Живой дом, живой. Что это такое? У вас на чердаке живёт кто-то? Что это такое? Нет. Откуда это? А потом разъярённый призрак начал атаковать ясновидец. Он показывает на тебя. О, боже, Яна! Жанна, подожди. Жанна. И швырять предметы в членов семьи. На голову чуть не упало ребёнку. Он за кем-то пришёл. Точно пришёл. Ты за ней пришёл. Над ребёнком труп лежит. Страшное видение четырёхлетней Карины стало реальным кошмаром для семьи. В своей комнате, когда кроме неё там никого нет, девочка видит незнакомого мужчину. И он сильно пугает малышку. Да он страшный был. Меня пугал. Был вот там в моей комнате. Она ночью просыпается, ни с того ни с сего. Начинает плакать, но кричать. Она кричала, дядя говорила, кто-то ползу, бери его. Карина с родителями живёт в Харьковской области, в селе Черкасские Тишки. Вместе с ними проживает её старшая сестра Лиза с мужем. Члены семьи Лаптий боятся непонятного явления в доме. Поэтому решили обратиться за помощью к экстрасенсам. Она начала рисовать этого дядю. «Чёрные каракули» в основном один и тот же рисунок. Мне очень страшно за неё, что за дядя, и что она рисует, и что она видит. В пальчиках. Вот их. Чёрный. Страшный. Больше меня. Девочка говорит, что этот мужчина куда-то её тянет. Вот так тянут ножки. А самое страшное, что после каждого такого видения Карине становится плохо. Резко поднимается температура, девочка теряет сознание. Последний был приступ у Кариши тоже, что оттенавидела дядю. Мы вызывали скорую. Карину забрала карета скорой. По дороге ребёнок потерял сознание. В больнице медики делали всё возможное, чтобы спасти жизнь девочки. Лежала она под капельницей. Я её держала за ручку. Это очень тяжело. Весь дрожишь, смотришь на то, как ребёнок лежит, непонятно от чего. Непонятно, откуда оно приходит. Карина для меня была... Сейчас. Сейчас, минутку. Сейчас, мне кажется, как Карин подошёл. Карина для меня всё на свете. К счастью, состояние Карины удалось стабилизировать. Девочка пришла в себя. Но причину приступа врачи так и не смогли обнаружить. Нас в этот же день выписали домой. Признаки болезни никаких не было. Ребёнок совершенно здоров. Но страшное видение преследует девочку всё чаще. Однако теперь загадочный силуэт начали видеть и другие члены семьи. Чёрное, ну как вот человек, как в балахоне. И от двери вот так вот до окна прошлось. Ну страшно реально. Я тогда выскочила, я даже боялась сюда зайти. Я вначале в это не верил. А потом, когда я это увидел, ты своими глазами, что-то двигается. Тёмное, что-то непонятное. Как облако. А недавно Лизе приснился самый страшный в её жизни кошмар. После него она несколько дней заикалась. На кровати лежу. И трупы, они как из-под пола тянут. Тянут, я от них убегаю, понимаю, что это сон, но я во сне прошу. Пожалуйста, я не хочу умирать, отпустите. Они как с кровати тянули за ноги. Но ведь её маленькую сестричку тоже что-то тянуло за ноги. Оксана уже не знает, за кого больше переживать – за младшую или старшую дочь. Ведь за последние 10 лет 25-летней Лизе сделали уже 4 сложные гинекологические операции. Во время последней она потеряла ребёнка и сама едва не умерла. Вообще говорили, что шансов мало. Мне тогда очень много крови потеряла и думали, не спасу. Когда пришла в себя, я говорю, как беременность, ему тебя спасали. Но однажды с Оксаной случилось такое, что теперь она стала бояться из-за своей жизни. Пришла перед Пасхой убрать могилки мужевой матери и провалилась. Я провалилась на этой могилке. Именно вот здесь непонятно, что произошло. Это просто какой-то ужас. Трудно себе представить, что чувствовала в тот момент Оксана. Это значит, я должна скоро умереть, раз меня уже под землю тянут. Маме тогда стало плохо, у меня схватило сердце. Этим людям очень страшно. Какая зловещая сила тянет ночью за ногу маленькую Карину и её старшую сестру? Что затянуло в могилу их мать и почему нападает на членов этой семьи? Ну, я боюсь, я не знаю, что это. Оно как ждёт какого-то момента, чтобы нас просто забрать. Ну, как на тот свет. Страшно. Я не знаю, что с этим делать. Поэтому семья Лапти обратилась за помощью в программу «Экстрасенсы-детективы». Если что-то случится, или с мамой, или с Каринкой, я просто этого не переживу. Если надо будет, я даже буду на колени упалзать, только чтобы нам помолвали. За расследование взялись победительница пятого сезона битвы экстрасенсов «Ведьма-некромант» Жанна Шулакова и победительница пятнадцатого сезона проекта «Таролог» Яна Пасынкова. Ясновидецы направляются в село Черкасские Тишки, где живёт семья. По дороге они делятся первыми впечатлениями. Мне сегодня приснился такой странный сон, просто даже жуткий, можно сказать. Как будто я спускаюсь под землю в какой-то грот. Захожу, а там мужчина стоит, под ногами у него череп и кости. Он показывает на дверь сзади себя. Я к двери подхожу, ручку дёргаю, дверь закрыта. А из-за двери такой протяжный, жуткий детский плач. Я думаю, что этот сон в любом случае связан с нашим сегодняшним расследованием. Так, сейчас посмотрим эту семью. Тоже мужчина, связанный с этой семьёй. Его нет в живых. Он родственник. Женщина из этой семьи. Мне выпадает, что мужчина-убийца. Кошмар. Может быть, это тот же самый мужчина, который был во сне. Постоянные угрозы в сторону дочек. Такое впечатление, что их убить хотят. Получается, девочки в опасности. Девочки в опасности, и мы едем в дом к убийце. Кошмар. Что это было? Что происходит? На крышу автобуса что-то упало. Я вообще не понял, что это было. Ехали по дороге и снимали. И тут я почувствовал удар. По машине. На дороге ничего не было, что могло бы упасть сверху. Но то, что упало на машину, могло и лобовое стекло разбить. Какая здоровая ветка. Все, что тебе на голову упало. Причём в тот момент, когда карты показывали про убийцу. Мужчины. Тот, который на костях. Что ты хочешь? Кто, что тебе надо? Зачем ты приходишь? Жанна, видите кого-то? Он показывает на тебя. Боже, Яна! Для меня показывает. Его нет. Он исчез. Я чувствую, у нас такое весёлое расследование будет. Это просто катастрофа. Спустя час экстрасенсы добрались до дома семьи Лаптей. Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Меня зовут Жанна. Яна. Вызывали? Оксана. Можно к вам? Да, вас вызывали. Мы очень хочем, чтобы вы нам помогли. Младшая дочь Карина, она видит дядю какого-то. Ребёнку 4 годика. Мама что за дядя? Старшая дочь Лиза. Она очень болеет. Ей постоянно то её душит что-то. То есть вы, в принципе, подозреваете, что потусторонняя сила не даёт вам жить на этом свете? Да, что-то есть, что-то, как тянет что-то. У меня карты все перевёрнутые, понимаете, выпадают. Я не вижу будущего вашего. Самое страшное, когда падает, что нет будущего. Долго не живу. Успокойся, успокойся, успокойся. Успокойся, успокойся. Кладбище, реальное кладбище, а не дом. Пожалуйста, поможете. Дети, 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 дети. Куда бежит ясновидица? Что она почувствовала? Похоже, экстрасенс напугана. Зайчик, иди ко мне. Там стекло. Тихо, 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 тихо. Просто ужас. На место, где только что играла девочка, ни с того ни с сего с люстры упал плафон. Тяжёлое стекло могло убить ребёнка. Ясновидица чудом успела её спасти. Что случилось? На голову чуть не упало ребёнку. Если бы вот так по голове плафоном долбанула, ну всё, конец ребёнку был. Мама рядышком с тобой. Жанна, как почувствовала, ну, рывком. Убрала Карину, упала люстра, разбилась вообще на осколочки. Я услышала крик ребёнка, у меня чуть сердце не остановилось. Я забежала, ребёнок уже сидел у Жанны на руках. Могло случиться. Самое страшное. Меня как будто что-то толкнуло, когда мы разговаривали во дворе. Меня просто потянуло в дом. Карина у Оксаны и Николая Лаптий – поздний ребёнок. Родилась, когда маме было уже 44, а папе – 52. Для обоих это второй брак. У обоих – взрослые дети. Рожать общих они не планировали. Если уже получилось, я не могла что-то сделать. Оно живое существо. Ну, как его можно было что-то делать с ней? Ну, вот и родила через такой промежуток времени – 22 года. Николай работает водителем. Оксана ухаживает за маленькой дочкой. Отдаёт Карине всю свою любовь и внимание. А Лиза, младшую сестричку, просто обожает. Я очень сильно хотела, чтобы она родилась. Я не переживу этого. Если с Кариной что-то случится, я не смогу дальше жить. Если ты не против, я немножко похожу, поработать хочу со двором. Потому что, ну, ощущения странные. Тут уже время идёт просто на минуты. Да, хорошо, я остаюсь здесь. Чтобы выяснить, какая сила тянет семью на тот свет, Жанна Шулакова вместе с Лизой идёт работать во двор. Сейчас будем работать с маятником. Так. Посмотрим, что у нас. Сюда она. Жил дедушка с бабушкой. А меня не пускают. Я не могу. Меня не пускают туда. Вот это да! Слушайте, тут что-то не так. Очень сильно что-то не так. Господи, что это такое? Лиза вся дрожит. Она сильно нервничает. Что со светом? Ты посмотри, что со светом? Живой дом. Живой дом. Живой дом. Смотри, дышит. Тут вот что-то есть. Кто-то очень сильно не хочет, чтобы мы находились в этом доме. Что это такое? У вас на чердаке живёт кто-то? Что это такое? Нет. Откуда это? Это во второй половине. Дедушка с бабушкой, которые жили в другой половине дома, уже умерли. Сначала дед, потом старушка. Как её звали, эту женщину? Сима. Серафима. Серафима. Она как будто заведомо знает, что она, ну, что ей гореть в аду. Уходите, здесь всё моё. Уходите. О, господи, боже мой. Не, ну это ужас какой-то. В доме постоянно происходят странные вещи. Неужели экстрасенсы потревожили какую-то потустороннюю силу? Чем всё это закончится? Не здесь. Ёбки-маталки. Господи, у меня этот порвался. Маятник. Всё, маятником работать нельзя. Кому мы так мешаем? А как бабушку звали? Сима. Сима? Сима. Баба Сима? Да. Ох ты, ёлки-палки. От бабы Симе люди ходили. Невероятно. Но экстрасенсы, независимо друг от друга, находясь в разных помещениях, чувствуют одно и то же. Неужели бабушка каким-то образом причастна к тому, что происходит с жителями дома? Серафима умерла, и много стайн с ней умерло. Мне кажется, она хранитель женских слёз. К ней ходят и плачутся, плачутся, плачутся. Именно женщины. Зайдёшь, сядешь, вот так на неё смотришь, она смотрит тебе в глаза, становится плохо, сил нету. Так. Что ж тут такое, что мы порог не могли переступить? Это пустой угол. А этот полный. Чей же сюда, она сидела на стуле, за окном. Вот тут вот сразу, да? Всегда в одном месте, только стул. Опа, я нашла, что мне мешает. Полова кручутся. Чей нож? Нож. В полу Жанна нашла ржавый ножик. Её именно к этому месту тянуло. Старый ножик, он уже весь поржавел. Вот она, охраночка. Тихо, аккуратно. Его руками не трогай. У-у-у. Не наш, он уже весь поржавел. Этот нож оказался там далеко не случайно. Бабка Серафима занималась магией. И это её нож, сто процентов. С помощью ножа она поставила защиту на дом от других ведьм. Так вот, что не пускала ведьму-некроманта в дом. Но связана ли эта находка с тем, что сейчас водит сосвету семью лаптей? Давайте-ка его сначала из-за порог вынесем. Может, из-за этого всё в доме, вот это она сегодня падает. Может, не нравится хозяйке-то присутствие. Положите на дорогу возле ворот. На дорогу? У меня начало как, ну, трусить больше. Начали вот, ну, с руками что-то непонятное происходит. Оно как, вот, чувства как не имеет. А я вам больше скажу. К ней женщины приходят, которые ей плачутся. А потом мужики с ума сходят. А потом убийство. Вот это такая цепочка. Жуткая картина. Но связан ли дух мужчины, который атакует членов этой семьи, с магией их бабушки? Не пойму я, чего меня сюда так тянет-то. Я всегда в эту половину боялась заходить. Как-то мне страшно здесь было. Ну, там что-то есть. Я же все пальцы сорвала. Ай! Там что-то есть. Я не пойму, что там есть. Там что-то лежит. Там что-то такое, что, ну, плоское. Жанна Шулакова чувствует что-то в стене. Что же там может быть? Ну, вот оно. Сейчас. Да елки. Ой, блин. Рвется. Это чье? Это кто? О, боже. Невероятно. Жанна Шулакова находит в стене какие-то старые фотографии. Но кто и зачем их туда спрятал? Мертвые оба. Ой-ой-ой. Мужчина, женщина спиной к друг другу. Судьба мужчины привязана к судьбе женщины. И оба за это должны заплатить. Жизнью. Эти фотографии были пришиты друг к другу. Так женщины мужиков привораживают. Проблема в том, что мужики после приворота долго не живут. Он спивается, сходит с ума, умирает. Честно, ну, когда увидела, был шок. Ну, не понимала, откуда это все. Связано как-то это с нами, то, что сейчас происходит или нет. Ну, вообще, это шок. И неизвестно, что мы еще здесь, в этом доме найдем, и что это вообще будет. Я подумала, может быть, в доме орудует дух этого мужика с фотографией, которую припрятала в стене бабка Серафима. Если он умер в результате приворота, то его дух явно хотел бы мести. Может быть, это он мстит ее родственникам? Жанна Шулакова хочет показать фотографии Яне Пасынковой и Оксане. Возможно, хозяйка дома знает, кто этот мужчина на снимке. Вы понимаете, что это? Это называется привязка, приворот. Вы людей знаете на фотографиях? Вот там у мужа в альбоме есть такая фотография. Оксана знает этих людей. Они оказались родственниками ее мужа Николая. Мужчина вот этот сошел с ума после того, как был сделан на него приворот. Мужчина женщину на почве сумасшествия убивает. У мужа, вдвою родной сестры, муж сошел с ума. Он зарезал свою тещу. Женщина заплатила за сумасшествие мужчины. Вот этот, что сошел с ума, Василь, он зарезал тещу. Это получается Колькиного отца, родная сестра. Это просто кошмар. Зять убил свою тещу. Да еще и таким страшным способом. К Серафиме приходила теща мужчины с фотографией. Это она заказала приворот. Чтобы зять всегда был с ее дочерью. Чтобы не изменял, не гулял. Это этот мужчина приходит сюда и мешает жить. Это он? Нет, это не он приходит и мешает жить. Потому что он отомстил. Он убил женщину. Раз этот мужик отомстил тещи, значит, его дух спокоен. И это не он приходит в этот дом. Что это было? Что там было? Что это за звук? Никто не понимает, что происходит. Словно что-то разбилось, но никаких осколков стекла. Ну, все слышали. И тут я снова увидела дух мужчины, который приходил ко мне во сне накануне расследования. Ну, что же ему было нужно? Смотри, стоит посередине прямо. На меже стоит. Мужик на костях. Страшно. Смотри, стоит. Вон. Смотри. Невероятно. Но этого мужчину видит и ребенок. Он за кем-то пришел. Точно пришел. Смотри, руки тянет. Тянет руки, чтобы внутрь, в землю затянуть. Как тянуть под землю? Он пришел за кем-то. Ты за ней пришел? Так она сейчас упадет. Дело в том, что она трусится, я передать не могу. Он говорит, что виноваты. Виноваты. Из-за ребенка. Ребенок. Слышишь? Подожди, ребенок. Он сейчас его прибьет там. Ясновидецы боятся за жизнь Карины. Ведь недавно на нее чуть не упал плафон. Неужели маленькой девочке снова угрожает опасность? Все нормально у вас? Да. Карина дрожит. Тогда за каким ребенком? Подожди, Яна. Я тогда ничего не понимаю. Я не могла понять, что означает его фраза. Виноваты из-за ребенка. Но кто и в чем виноват? И при чем здесь ребенок? Я решила поработать с девочкой, потому что я почувствовала страшную вещь. Карина видела смерть. Вы просто не понимаете, какая это интересная история. Вы едете, это дорога. Да. Это дорога. Это дорога. Раз, два, три сидят. Смерть, убийство. Да, там был муж Ченнанас. Вы сбили человека? Нет, не мы сбили. Два года назад Оксана с мужем и младшей дочерью попали в страшную аварию. За рулем авто был Николай. Семья возвращалась от родителей из Золочево, что в 60 километрах от их дома. На перекрестке под Харьковом машина остановилась на светофоре. По Липецкой дороге на Харьков был зеленый свет. Таврия поехал, она зеленый, а с той стороны с окружной ехал МАЗ. Секундочку. Над ребенком труп лежит. Когда МАЗ вот этот врезался в Таврию, Таврия в воздухе подлетела и на нашу машину впала. Да, машина с трупом упала на нашу машину. А этот мужчина, что был в Таврии, он сразу погиб. Ребенок свидетель убийства. Трудно даже представить, что пережили эти люди. Николай сразу бросился к Таврии. Но помочь уже ничем не смог. Водитель был мертв. Оксану с ребенком доставили в больницу. У женщины обнаружили вывих шейного позвонка. Муж и дочь, к счастью, не пострадали. На водителя грузовика, по вине которого погиб мужчина, открыли уголовное дело. Его сразу в машину забрали в милицию. Так, возможно, это дух мужчины, который погиб в ДТП, приходит в дом и пытается затянуть семью на тот свет. Но что-то тут не сходилось, потому что они не виноваты в его смерти. Они всего лишь свидетели этого. Кроме того, убийца мужчины понес наказание. Да что это такое все время? Что-то упало. Что все время происходит вокруг этого дома? Кто зажег костер? Ведь на огороде не души. Однако внимание Жанны Шулаковой привлекает не огонь. А кто зажег? Смотри, вот на фоне огня бреет, видишь? Вот четко смотри. И второй. Четко один повыше, другой пониже. Сейчас она, по-моему, это вижу. Лизу снова трясет. Она все сильнее нервничает. Мы уже начинаем волноваться за нее. Почему их два? Если приходил один, почему два? Это чьи-то дети. Их убили. Убийца этих детей находится у вас в семье. А ведь дух того мужчины на костях говорил, что кто-то виноват из-за ребенка. Может быть, об этих детях и об их убийце шла речь? Он говорит, что виноваты из-за ребенка. Из-за ребенка. Один немного постарше, один немного помладше. Что один в земле лежит, что другой в земле лежит. Кто убийца? Убийца в вашей семье. Кто у вас убит? Неужели действительно в семье Оксаны есть убийца? И именно из-за него всем угрожает опасность. Отчим, отчим сбил двух человек. Мальчика 14 лет и мужчину 28 лет на тракторе. Так вот, какого убийцу из их семьи я видела сегодня утром, когда ехала в расследование. Родственник. Женщина из этой семьи. Мне выпадает, что мужчина убийца. Он их не сбил, девочки, он их разрезал. Он не сбил, они въехали сзади на него. Они налетели на косилку. 11 лет назад в соседнем селе Русские Тишки произошла страшная трагедия. Отчим Оксаны поздно вечером возвращался на тракторе с Синокоса. С правой стороны транспортного средства была прицеплена косилка. Двое ребят, жители этого же села, ехали на скутере с дискотеки. Лиза с Андреем ходила с младшим в один класс, а старший жил по соседству возле нас. Андрей говорил, если я умру, но не в этот день, он постоянно это говорил. Если я умру, я умру только на мотоцикле. Ребята были нетрезвые. Решили обогнать трактор с правой стороны. Но помехи они не увидели, потому что на скутере не работала фара. Ну, косилка, она же идет такое длинное и такие, как штыри. Ну, как косы, да. И они напоролись, когда был удар, и они с мотоцикла слетели и на эту косилку. Ребята погибли на месте. Он это перенес очень тяжело. То, что дети, они еще ничего не видели, они жизнь не прожили. Но дедушка в этом не виноват. Но он был судим, он нес наказание. Отчиму Оксаны присудили выплатить родным погибших денежную компенсацию. Хотя это, конечно, не заменит родителям сыновей. Да, но он убийца по неволе, понимаешь? Он не хотел этой смерти, он не хотел стать убийцей. Он понес за это наказание. Он психологически просил прощения. То есть он каялся в этом. И он не может передать свою вину дальше по роду. И точно так же он не может передать вообще некровникам. Жанна Шулакова считает, что дед Анатолий не имеет отношения к происходящему в семье Лаптей. Но у Яны Посынковой другое мнение. Я же сегодня утром, когда ехала в расследование, четко увидела опасность двум девочкам. Дочкам Оксаны. И это связано с их родственником-убийцей. Постоянные угрозы в сторону дочек, в сторону девочек. Такое впечатление, что их убить хотят. Вам говорят, дети твои умрут. Жить не будут. Это связано с этой историей. Кто угрожает вам? Кто говорил, дети умрут? Бабушка вот этого младшего мальчика, бабушка, проклинала. Что касается бесконечных болезней Лизы, это явное последствие проклятия. Примерно 11 лет назад, когда произошла авария с трактором, вот тогда и начались проблемы со здоровьем. У нее пробитое энергетическое поле. Лизе нужно пройти обряд, который называется соборование. Это поможет ей очистить ауру. Но к тому, что происходит в доме, конечно же, проклятие никакого отношения не имеет. Как тут ни крути, все равно не складывается. Это не те мальчики. Возле вас потусторонний мир, который хочет вас затянуть в могилу, то тут просто мир мертвых. Дух, который не дает жизни этой семье и тянет их на тот свет. Такое было впечатление, что эта семья ему что-то должна. Но что, почему он приходит? Экстрасенсы зашли в тупик. Они возвращаются в дом, и там будут решать, что делать дальше. У меня решения нет для вас. Яна, смотри, у меня есть такая идея. Она неординарная в плане чего. Эта идея чревата достаточно серьезными последствиями. Для решения проблемы в этой семье я должна буду подвергнуть смертельной опасности одного из членов этой семьи. Для того, чтобы понять, что это за дух, кто он и чего он хочет, нужно было провести ритуал связи с ним. Со мной общаться он не хотел. Хотя, возможно, пошел бы на контакт, если подключить его к одному из членов семьи, на которую он нападает. Я была просто в тупике. Потому что общение с духом, который тебя хочет уничтожить, ужасно опасно. Вплоть до смертельного исхода. Няна, кого взять? Лизу взять? Меня возьми. Нет. Я пойду на все. Ты никуда не пойдешь? Нет, я пойду, Лиза. Нет. Нет, все, Лиза, разговор оконченный. Мама, я никогда не пожертвую. Я понимаю, что это ритуал буду делать надо мной. Сейчас стоишь и думаешь, что ты сейчас стоишь, и тоже ты сейчас можешь умереть. Ритуал, во время которого Лиза должна выйти на связь с духом, экстрасенсы решили провести во дворе. Но перед этим посоветовали родным отвезти маленькую Карину к соседке, чтобы не подвергать ребенка опасности. Мысли были то, что если я сейчас этого не сделаю, мы умрем все втроем. А так были шансы у мамы и у Карины. Лиза напугана. Чем для нее может завершиться ритуал, даже подумать страшно. У меня сейчас сердце выпрыгнет. Дай мне руки. Тяжесть в руках будет. Это нормально. Он должен каким-то образом в тебя попасть. Мы сейчас будем вводить тебя в транс. Ну что, начнем? Закрывай глазки. Расслабься. Картинки будут приходить. Видеть будешь, как сон или просто вспышки. Так, я его чувствую. Четко над головой. Четко. Четко висит. Вот так, как от Жаны, и шло как тепло. А сзади, как холод. А я как не там. Как передавила. Ну, сейчас тут те грудь, и как комок в горле. То ли я попаду в тот свет, все это увижу, все почувствую, что кто-то может вселиться. Было очень страшно. Ты кто? Настя. Почему ты всегда рядом находишься? Ты хочешь меня забрать? Что мы сделали тебе плохого? Почему ты возле моей семьи? Это просто за гранью реального. Лиза вступила в контакт с духом, который охотится за ее семьей. Она с ним разговаривает. Это мужчина. Ты стояла на могиле. На могиле недавно, ногами стояла. У меня был сон. Приснилось кладбище. Одна могилка была заброшенная. Все черная. Стояла женщина. И женщина говорит, это твой брат. Я говорю, как, может, мой брат? А на фотографии был уже мужчина такой с усами. Она говорит, думай, он же тоже большой. Четыре дня у тебя. Ногами стояла на могиле. Звал тебя. Хотел, чтобы ты помогла. Забыли, бросили. К братику мы маленькому ездили. Оказывается, у Оксаны был еще один ребенок. Брат Лизы и Карины. После этого сна мы поехали сразу на кладбище. Начали искать, но мы не нашли. Могилу искали. Мама говорит, это здесь. Меня тянуло совсем в другую сторону. Я пыталась. Я говорю, братик, ну дай подсказку. Может, я спотыкнусь. Может, где-то что-то зашевелится. Вопрос. Почему до этого вы не ездили? Почему он забытый? И сколько времени он там лежит? Забытым. 29 лет его не тоже. 29 лет назад у Оксаны родился первенец Руслан. В два месяца малыш внезапно заболел. Скорая забрала его в больницу. Как сказали медики, с острым бронхитом. Спустя несколько дней мальчик умер в реанимации. Вскрытие показало, что причина смерти – многочисленные врожденные аномалии. Для меня это вообще… Это не передать словами. Это крик души, боль души. Это… Хоронить ребенка – это хуже всего. Это самая большая трагедия в моей жизни. Его одеялко осталось на памяти. В нем выросла Лиза, выросла Карина. Вот она у меня уже 29 лет. Ходить на могилу сына у Оксаны не было сил. Меня что-то туда не пускало. Я подъезжала. Мне становилось я плохо. Я теряла сознание. Меня увозили. Я не могла смотреть. Я не могла вообще подходить. Но я его никогда не забывала. Если даже я не ездила, я постоянно про себя о нем говорю. Руслан. Русланчик. Сейчас так четко они вырисовываются. Ну, как… вроде бы, как глаза. Они мне снились. Мужчина с усами приснился и сказал, это не ваша могила. В это невозможно поверить, но, похоже, Лиза не только разговаривает с духом, который хочет свести со свету всю ее семью, но и видит его. Такие вот глаза. Ну, вот их было не так видно, но просто как тень такая, все такое, как желтенькое. Но кто этот мужчина, дух которого видит сейчас Лиза? Он уже приходил к ней во сне. Неужели это его черный силуэт видит у себя в комнате маленькая Карина? И это он по ночам тянет девочку и ее старшую сестру за ногу, а мать из-за него провалилась на кладбище в могилу. Но чего хочет зловещая сущность от этих несчастных людей? Кто он? Кто? Кто ты? Пожалуйста, ну ответь нам. Не молчи, скажи что-нибудь. Если мне виноваты перед обмобой, постараемся исправить то, что сделали. Дух мужской. Мужской дух. Я разговаривала с этим, ну, не человеком, а с ощущением того, кого я чувствовала. Надо прерывать связь с духом. Дух человека начинает уже поглощать энергетику. Этого позволить нельзя. Открывай глаза, Лиза. Кажется, Лиза вышла из транса. Ясновидецы сейчас должны выяснить, кто тот мужчина, с духом которого она говорила. Взрослый мужчина, кто я, она? Кровь не ваша, кровь перевернутая, чужой король. Приходит мужчина, ломится в дом, который старше. Который некровный родственник. Тот мужчина с усами пытался мне, ну, сказать, что есть к брату, ну, ищи. Получается, мужчина, дух которого атакует семью, как-то связан с кладбищем, где похоронен брат Лизы. Но как именно? Он хочет, чтобы вы что-то ему принесли. У него чего-то нету там, где он лежит. Душит. Душит. Глубоко вдыхай, выдыхай. Что-то мне всегда хорошо заканчивается. Что происходит? Неужели с выходом из транса угроза жизни не исчезла? Тихо, 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 тихо. Лиза потеряла сознание. Какой ужас. Неужели сбылись худшие прогнозы Жанны Шулаковой о смертельной опасности? Уйди! Уйди, аварю! Так, а ну попробуем, давай поднимать. Тссс, тсс, 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 тсс. Нет, смотри, нормально. Дыхание ровное. Сердце нормально. Лиза встаем? Встаем. Раз, два, три. У меня дыхание, я как перехватила. У меня как будто воздуха не было. Я не могла ни слова сказать, ни крикнуть. Глазки открыли? Тихо, голова не кружится? Чуть-чуть. Чуть-чуть, подыши, глубоко вдыхай. Сердце охустило? Нормально, да? Да. Все. Как оборвалось, закружилось, ну вообще, ну вообще упало и все. Потянуло, как водоворот, правильно? Да, да, да. Но за секунду я даже не успела ничего понять, что происходит. Хорошо, что Лиза пришла в себя. Самое страшное, чего я боялась, с ней не произошло. И наконец-то стало все понятно. Ритуал сработал. Мы столько раз были близки к разгадке и каждый раз трактовали карточные расклады и наше видение не так, как нужно. Но теперь нужно довести дело до конца. Ехать надо туда, откуда его приходят. Где лежит Руслан? В Рогане. Надо ехать на кладбище. Экстрасенсы Оксана и Лиза едут на кладбище в Рогань. Им нужно найти могилу маленького Руслана. Ясновидецы пытаются почувствовать место, где 29 лет назад похоронили ребенка. Ищут долго. Вот там могила. Пойдем туда. Вот это место боли. Вот отсюда хочется бежать. Но это правда тут Руслан похоронен брат или нет? Мальчик, ребенок кровный. Сын. Сынок. Вот здесь получается. У меня такое впечатление, что вы его вот так вот держите до последнего. Вот до последнего, вот так вот его. До последнего тоже. И сделать ничего не может. Сын, прости меня. Прости. За 29 лет Оксана впервые на могиле своего первенца. Она так долго к ним ушла. Когда это происходит, когда вы вот так вот до последнего сжимаете его, когда жизнь от него уходит, люди вокруг рядом, злитесь вы на них. Кто они такие? Почему они сделать ничего не могли? Врачи, когда я сидела под реанимацией, ему было плохо. У меня Анечка говорит, ты все равно его отсюда не заперешь. И на утро он умер. Это было без пятнадцати шесть утра. Мальчик не безучастен, мальчик слышит. Вы можете ему сказать все, что вы хотите. Почему вы сюда не приходили? Сыночек, прости меня. Я все отдала, без тебя поймала. Вы, как мать, не виноваты в том, что произошло. Вы до последнего были рядом. Я о нем всегда говорю, я его всегда-всегда вспоминаю. Здесь лежит мужчина. Сверху на могилу закопали. Сделали две могилы. Тут два человека, понимаете, две души лежат в одной яме. Мы находимся на могиле, в которой по итогу получается, что над ребенком похоронен еще мужчина. Теперь мне стал понятен мой сон с мужиком на костях. Он на костях мальчика. Это его дух мы видим сегодня целый день. Мужчина стоит, под ногами у него череп и кости. Над ребенком труп лежит. Над мальчиком лежит мужчина. Он его как бы давит. Двое в одной могиле, в одной яме. Яма, как же я сразу не поняла. Дух этого мужика утром возле машины показывал мне не на Яну, как я подумала, а на яму, в которую она потом упала. Подсказать нам хотел, что причина в могиле. Жан, вы видите кого-то? Он показывает на тебя. Боже, Яна! Но почему дух этого мужчины сводит со святу семью Оксаны? Ведь женщина даже не знала, что в могиле ее сына лежит кто-то еще. Откуп не делали, Яна, не делали откуп. Когда хоронят одного человека в могилу другого, даже по истечению многих лет, покойнику, который владеет могилой, дают откуп. Потому что первый, который здесь похоронен, он считает это место своим. Получается, мальчик выгоняет из могилы второго. И поэтому дух мужчины не может иметь покоя. Это он мучает семью. Он винит их в том, что они не приходили на могилу, не ухаживали за ней. Она со временем сравнялась с землей, и туда похоронили его. Вот что имел в виду дух, когда говорил, виноваты из-за ребенка. Он говорит, что виноваты. Виноваты из-за ребенка. Из-за ребенка. Монеты, монеты, откуп, монеты. Нам нужен откуп сюда. У кого есть монетки, ребята, достаем, сюда кладем. Вы идете в церковь, ставите за упокой. Вы идете, заказываете сорока уст. Мужчина к вам приходить не будет. Понимаете? Дух этого мужчины успокоится. Потому что первому, кто тут был похоронен, мы дали откуп. Дух мальчика успокоился, и не будет больше тревожить второго. Всегда надо помнить своих ушедших родственников. Память – это единственное, что нас оберегает. Скажем так, дает покой и нам, и ушедшим от нас. Чем больше теплоты мы отдадим туда, тем меньше холода мы получим оттуда. Мы очень благодарны. Очень низкий вам поклон. Мы вам очень-очень благодарны. Можно все помнить? Спасибо вам за все. Сразу стало на душе легче. Мне было очень тяжело и очень страшно. Даже зайти на кладбище. Но сейчас я вот ходила, мне ни страха не было, ничего. Мне как-то было вот легко-легко. Они нам, правда, очень сильно помогли. Помогли разобраться в том, что у нас произошло. Появилась большая надежда, что мы все-таки будем все жить. Через месяц после расследования экстрасенсов Оксана Лапти и ее старшая дочь Лиза приехали в редакцию нашей программы и сообщили, что у них в семье все наладилось. Все поменялось. Все в лучшую сторону. Уже не говорит, что кто-то есть, там кого-то видит, этого ничего нет. У доми стало тихо, шорохов нет. Они помогли. И правда, это их заслуга. Все, что так закончилось. Огромное спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...